Всем привет! Это Системные новости. С вами Дмитрий Кольчуги и Дарья Сулименко. Сегодня в выпуске новой выставки в Музее архитектуры и системы Галери, а также оцифровка Онежского озера. Обо всем этом и не только подробнее прямо сейчас. В Музее архитектуры имени Щусева в Москве открылась выставка конструктора науки. Юбилейный проект, приуроченный к 300-летию Российской Академии наук, реализован при поддержке АФК-системы и Благотворительного фонда корпорации. Выставка посвящена периоду бурного развития отечественной науки и техники в середине 20 века, который ознаменовался полетом первого человека в космос, освоением атомной энергии и строительством наукоградов. Архитектурными памятниками той эпохи стали здания Президиума РА на Ленинском проспекте в Москве и целый ряд научно-исследовательских институтов. Система Галери отметила свой второй день рождения открытием новой выставки «Взгляд на Восток». Экспозиция впервые знакомит ценителей искусства с произведениями современных художников Турции и Ирана из коллекции галереи. Стратегическим партнером новой выставки выступил МТС Банк Прайвет. Всего с момента открытия системы Галери в июне 2022 года было реализовано свыше 25 выставочных проектов, которые посетило более 70 тысяч человек. Сигежа Групп представила свою продукцию на пятой международной выставке древесных материалов «Сильвавуд-2024». Подробности в специальном репортаже из Шанхая. Здравствуйте! Сигежа Групп в Шанхае на международной выставке «Сильвавуд». Стенд Сигежа Групп вновь один из самых ярких на выставке. Он привлекает огромное внимание посетителей. Часть нашего стенда выполнена из CLT-панелей, где посетители могут прийти, потрогать ее, посмотреть CLT-панель в разрезе и убедиться в ее высоком качестве. На нашем стенде также представлены образцы фанеры разных форматов, которые мы уже успешно экспортируем в Китай. На выставке мы представили пилматериалы, а также уникальный продукт фанеры-тегозавоза. Ситроникс Групп до 2026 года оцифрует почти 10 тысяч квадратных километров водного пространства России. В планах компании создать электронные навигационные карты Онежского озера, третьего по величине пресноводного водоема в стране. Напомним, ранее компания уже оцифровала Ладожское озеро и около 70 тысяч километров судоходных рек. Новые карты позволят выстраивать более эффективные и безопасные маршруты. На этом у нас все. С вами были Дарья Сулименко и Дмитрий Кольчугин. Еще больше информации в нашем телеграм-канале Система Ньюс. Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе.